правительство пошло всем нам навстречу берег турецкий вновь открыла для всех нас и тут же мы отправились на встречу со средиземным морем солнца не боясь а чё бояться мы же все привыкли на средиземном море отдыхать поэтому будем здесь загорать и веселиться и вам докладывать тишь здесь на море или гладь обратите внимание какая красота здесь нужно перекусить тут наши друзья не знают что такое рок-н-ролл уважаемые любители музыки здесь два основных ресторана один называется мира он главный это не все могут есть а второй мир здесь тоже можно позавтракать пообедать получены все как положено но он считается ресторан для взрослых поэтому только от 16 почему не знаю сейчас узнаем пойдемте посмотрим что тут кормят уважаемые любители рок-музыки отель liberty фабей достаточно небольшой порядка 500 номеров но тем не менее помимо ресторанов по меню здесь есть два общих ресторана в которых подчают гостей различными яствами в знаменитом турецком стиле all-inclusive на завтрак обед и ужин основной самый большой ресторан называется миро а второй в котором мы и находимся называется мирос и два таких основных места общепита сделаны не только для того чтобы люди не толпились и не стояли в очереди здесь на самом деле хватило бы и одного главного ресторана он достаточно большой да еще с огромной открытой террасы это сделано еще и по другой причине есть масса людей которые желают отдыхать в спокойной обстановке когда под ногами не снуют разбалованные дети не кричат не плачут и не бросаются в них мороженым или картошкой фри и туристический рынок конечно же отреагировал на чаяние таких людей поэтому по всему миру начали появляться отели только для взрослых с пометкой adults only куда не пускают детей до 18 лет такие отели это умиротворенный отдых вдали от переполненных пляжей с детскими криками с хорошими спа программами с музыкальными и тематическими вечеринками с изысканным меню в ресторанах без наггетсов и картошки фри со спокойными барами где никто не опрокинет на вас ваш виски со льдом причем публика в подобных отелях это не только убежденные child free или однополые пары но и молодожены и взрослой компании и пенсионеры и даже многодетные родители возжелавшие хоть ненадолго отдохнуть от своих чат на данный момент в мире существует уже более 700 отелей только для взрослых такой концепт adults only популярен и у американцев как в самих соединенных штатах так и в мексике и на карибских островах доминикана куба ямайка и такой отдых стремительно набирает популярность и у европейцев в испании это майорка ибица минорка в греции санторини миконос наксус ну и конечно же на такую потребность не могла не отреагировать и турция но в отеле liberty фабей пошли более перспективным и продуманным путем чем на ибице или на ямайке они объединили в одном флаконе и многодетные семьи и туристов предпочитающих уединение вы спросите а как это можно совместить а тут оказывается нет ничего сложного просто надо грамотно организовать зонирование всей инфраструктуры поэтому здесь в отеле есть и детская анимация и аквапарк и детский бассейн и детское питание и стульчики для детей в большом ресторане но есть и места исключительно для взрослых и вот одним из таких мест является ресторан мирус в котором мы и находимся это и есть ресторан adults only но владельцы отеля пошли еще дальше они не только грамотно отзонировали инфраструктуру но еще и немного опустили планку для входа во взрослые заведения не 18 а 16 лет поэтому нам пришлось дорисовать младшей клавишнице всего лишь навсего полтора годика чтобы ее не дискриминировали по возрастным критериям хорошо что ее рост позволяет обманывать турок русских то не проведешь а здесь обманываться рады в принципе в этом ресторане все то же самое что и в большом ресторане но действительно отсутствует картошка фри нагетцы бургеры и сосиски в и намного меньше выбор сладостей мороженого я также не заметил на самом деле мне здесь понравилось чисто тихо спокойно вот будут участники рок-группы обижать художественного руководителя или делать плохие аранжировки так следующее рок путешествие отправлюсь на отдых без них в отель adults only поплачут тогда только гениального режиссера возьму с собой она уже не маленькая уважаемые любители рок-музыки ну вот скромный завтрак рок-звезды русской фрукты овощи 2 яйца все больше ничего не нельзя больше поймите вот сидит барабанщик он не даст овраль он знаешь не много нельзя иначе я только разгоню всех на сцене своей энергетиками на хоть чуть-чуть выложите интеллигентно выходить поэтому овощи просто и левается сейчас попробую но отмечается заставляет ходить маска надевать перчатки чтобы поесть и все у них запечатано даже салфетки все запечатано все в соответствии с требованиями санитарных норм и вот тут приборчики это тоже запечатаны поэтому тут тут все четко вот это будем пробовать и говорит вкусно или нет без вашего позволения начну с перчика я люблю такие вот перчики печеные а еще больше я люблю баклажаны почему вы спросите что больше любишь баклажаны чем перчики потому что баклажаны умные люди говорят что это уколы молодости я понимаю что я очень молодой но не помешает все равно поэтому баклажанчик запеченный в меру все четко мягенький ну и на крайний случай я попробую все кабачок запеченный в меру хотелось бы придраться не получится все вкусно пробую яичники это конечно не наша хохлятская на сале со шкварками а просто на масле но все равно по-другому отлично пока ставлю отлично пробую помидоры их местные не водянистые ли они не насыщенны ли они не не пробую хорошие но не сладкие потому что прекрасные помидоры не чуть-чуть сладковатые они пахнут и чуть-чуть сладковатые вот это лучший брата вот за что я не люблю херсонские помидоры на юге грейду крымские наши вот эти пучье сердце вот такие помидоры и азербайджанские скупыришки не сладковатые на вкус они обалденные вкусные и ташкентские такие же тоже крупные это хорошие помидоры свежие кислотина это не чуть-чуть но они не сладкие чуть-чуть сладости не хватает пробу огурцы хорошая пицца и перчик все нормально уважаемые любители рок-музыки пробуем фрукты не нитратные ли потому что в москве я прекратил покупать арбузы на улице они прям кислими нитратами отдают зачастую мы просто специально наряжаем человека с машины и отправим в астрахань и он привозит нам арбузы только нам и всем сотрудникам компании кто заказывает и потом наедины до нового года но зато мы знаем что нет нитратов пробую здесь хорошая музыки без нитратные сладкие и хрустящие хорошие пробуем местную дыню уважаемый любитель рок-музыки абсолютно без вкусная она не сладкая поэтому я сразу же вспоминаю узбекистан вот эти дыню потрясающие вкусные сладючие и мне что еще нравилось в Узбекистане раньше этого не ели они их каким-то образом сушили сублюнируют такими прям пластинами вкусно наряжаются вкусно отмолденно хорошо попробуем апельсинчик это грейпфрут я ошибся хороший кисленький отлично освежает бананы не брал потому что у меня детские воспоминания тяжелые о бананах мы в Советском Союзе бананам не видели никогда и однажды мне было лет 5 идем с матерью по улице а там бананы выкинули продажами даже не знаю что это такое это было в далеком городе Драгобыч город Драгобыч районный центр бананы на улице продали 67 год и мать говорит ну давай купим а что это за фрукты а протовчиста говорят негры очень будут ну давай возьмем она взяла бананы купила там ну вроде бы на давай попробуем ну давай я нам не дайте ставь и мы же не знаешь вы чистите я думал на эту кулу горький да есть невозможно поэтому бананы я не беру не люблю бананы а вот барабанчик группа волочек сда обожаю бананы потому что у него нет такого тяжелого детства правильно не даст соврать поэтому я лучше грейпфрутики у них нет но у них у меня тоже история тут очень известная но я вам ее в другой раз расскажу хорошо уважаемые любители рук музыки но так и быть расскажу еще историю про грейпфрут почему я обожаю грейпфруты я расскажу а бананы не люблю вы уже поняли почему почему я обожаю грейпфруты было это все там же в том же Драгобычу но я уже был постарше мне было лет 8 в школу на Новый год целый класс наш родители отправили на экскурсию в Москву в столицу нашей великой родины мы поехали туда и дали мне с собой три рубля денег или 5 я не помню сколько-то денег дали сколько-то сувениры купил там морозное себе купил и я думаю надо что-то привезти родителям надо что-то привезти порадовать их надо чем-то думаю а что же привезти но денег-то мало а там продавали мандарины новогодние братья можно везде я смотрю ни пушки какие мелкие думают что что-же мелкие такие бродяги мандарины там продавали большие такие мандарины. Я ж не знал, что-то греи купили. Я думал, так я лучше больших мандаринов возьму. Ну что, родители, их порадуются. Я купил больших мандаринов и привёз. А сам там не пробовал, привёз. Привёз мандаринов этих штук пять, их не больше было, они такие большие, их больше не влезло. Вот такие. Привёз и довольный. Родителям подарил подарок, привёз он мандаринов из Москвы. Ну а родители их тоже никогда не виделись. Почистили, порезали, отец попробовал. Они горькие, они испорченные, что-то их есть невозможно. И не стал их есть, им не стал их есть. Поэтому мне пришлось аккуратно их есть. Я их полюбил с тех пор. Обожаю грибкрутовый сок. Это мой любимый сок. Грибкрутовый. И грибкруты обожаю. Особенно красненький. Уважаемые любители рок-музыки. Ну и контрольная закупочка. Я подведу итог вкратце по ресторану. Выбор богатый. Реально богатый выбор. Мы вам показали. Хороший выбор. Ничего лишнего. Ну, по сравнению, допустим, мы были в Макс Рояле, в Анталии, в Анталии. Просто вообще они глаза разбегались. Невозможно было объять. Столько было всякой еды. Здесь поменьше, но богато всё равно. Всё, что взял, всё свежее, всё вкусное, кроме дыни. Она абсолютно не сладкая. Помидоры, единственное, что они не сладкие, помидорчики. Ну, вот на что ты делаешь? Ну, не сладкие. Потому что я понимаю, почему. Они ускоряют их произрастание. Мощно поливают. Добавляют туда удобрений всяких. И поэтому они быстро вырастают. Не успевают от солнышка набраться сладостей, сахарной. Вот это когда помидоры раскусываешь, там сладость. Сахаров. Сахаристая такая поверхность. Но, вы знаете, что контрольная закупка, это не помидоры и даже не дыни с жарбузами. Это кофе. Сейчас будем проверять качество ресторана. Так что держитесь, турки. Волощукой здесь я буду проверять качество кофе. Кофе обычный. Ничем не отличающийся. Хотя это Турция, родина турецкого кофе, который на песочке. Вот вчера мы были в лобби. И нас угощали турецким кофе в маленькой чашечке. А то был кофе хороший. А это так. Напиток. Ну это я пью свою любимую лапку. А у моего режиссера и гениального продюсера кофе капучино. Я втихаря, пока она не видит. Попробую. А может капучино лучше делать, да? Уважаемые любители рок-музыки, лапка лучше. Этот горький. Отдаю назад. Режиссеру пока она не видит. Уважаемые любители рок-музыки. Ну это продолжение ресторана Мирос на улице. Тут можно там, можно тут. В зависимости от того, насколько ты любишь холод. Уважаемые любители рок-музыки. Но наелись так, что я еле вышел из этой двери. Посмотрите. Там написано Мирос. Эдалтс. Помните немецкие фильмы для взрослых? Там написано всегда Эдалтс. Вот этот ресторан Эдалтс. Там абсолютно нет сладостей. Ну нет. Есть булочки всякие, а сладостей нет. Поэтому для детей там ничего нет. Просто не мороженое, ничего. Ну а так все остальное то же самое. Кроме... Наш режиссер заметил. Колбасы нету. Сосисок всяких. Мне-то нельзя. Я даже не заметил их. Я прошел как так и надо. А режиссер обратил внимание. Потому что ей хотелось сосисочку в тексте скушать. А сзади меня прекрасный основной бассейн. А чем он прекрасен? Вы не знаете, а я вам расскажу. А тем, что только что я рассказывал. Барабанщик урок-группы Волчука СД. Про одну интересную вещь. Что до 16 лет, вот до Эдалтса, люди рассуждают как? Ну неужели я не такой же, как все? Люди борются со своими комплексами неуверенности в себе. Поэтому он рассуждает. Ну неужели я не такой же, как все? А после 16 лет они начинают рассуждать по-другому. Ну неужели я такой же, как все? Ему кажется, что он такой оригинал каждому человеку. А только подтверждения нет ни в чем. Вот я ему объясняю, что, сынок, надо что-то делать в этой жизни, чтобы быть не таким, как все. Вот поэтому я вам и рассказываю про вот этот прекрасный бассейн. Потому что он не такой, как все. Его сделали очень оригинальным. С мостиками, со ступеньками и с прекрасной прохладной водой. Пойдемте на пляж. Расскажу там еще что-нибудь интересное. И не только барабанщику вам расскажу. Пойдемте. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук.